Жизнь — это движение. Двигайся в верном направлении. В эфире «Панорама» здравствуйте о главных событиях в регионе в узложении журналистов телекомпании «Юнион». И сегодня в выпуске смотрите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Прокуратура и Госгорпромнадзор проверяют завод «Энергокапитал», который находится в советском районе Макеевки. По результатам предыдущих экспертиз, производство решено было приостановить еще в конце апреля. В этом сообщил глава региона Андрей Шишацкий. Но на предприятии предписания прокуратуры не выполнили и работу не прекратили. Из-за этого 10 дней назад на заводе произошел выброс газа и пожар. Сейчас производство остановлено. Напомним, с начала года жители поселка Ханжонково, в котором расположено предприятие, требуют закрыть вредное производство. Хорошо, да, там есть, создаются рабочие места. Но рабочие места ценой здоровья и угрозы жизни окружающим, они создаваться не должны. Лестничные площадки освободить и вывести из подъезда ненужную мебель. Этого требуют коммунальные службы от жильцов дома номер 25 по улице Карпинского в Донецке. В конце апреля там случился пожар. Именно хлам и мусор, которые люди складировали в парадном, стал причиной ЧУП. Но избавляться от старой мебели жители не спешат. Почему, выясняла Ольга Шелкина. Очаг пожара был на этой речной площадке. Старая мебель, которая была заставлена бытовка, полностью сгорела. Остался только железный обугленный шкаф. Буквально на следующий день после пожара на всех дверях в подъезде в этом доме появились вот такие объявления. Коммунальщики просят всех жильцов убрать ненужные вещи с площадок и лестничных клеток. Любовь Гончарова каждый день проверяет бытовку на своем этаже, которая тоже заставлена. Надеется, что после пожара ее соседи уберут мусор и строительные леса. Но владельцы пока не объявляются. Здесь постоянно проходят строительные работы в квартирах. И у нас только захламлено все помещение, вот в мусоропроводе и везде. И не исключаю, что такая захламленность может привести к подобного рода происшествиям. Понятия не имею, чье. В принципе, давно на этаже никаких работ не проводится. И с каких пор это стоит. Жильцы других подъездов тоже ищут хозяев старой мебели. Говорят, опросили всех соседей. Но от старого хлама на этаже все открещиваются. Тайком, чтобы никто не видел, замусоривают наши комнаты, технические комнаты. А мы потом потихоньку просим ребят, оплачиваем услуги. Они выносят все это на улицу за наш счет. Как говорится, внутренне содрогаясь от ненависти, но куда денешься, надо выполнять. Никто ничего не убирает. Стоит вот этот вот кумарь, я извиняюсь, вот этот гарь, вонь постоянно проветривается. То есть ужас. И так на ладан дышит этот дом еще и нам пожара не хватало. Кроме мусора на этажах и в бытовках коммунальщики требуют от жильцов убрать железные двери между подсобными помещениями. На днях обещают это проверить. И если перегородки остались нетронутыми, обещают демонтировать их самостоятельно. И вот после праздников, то бишь завтрашнего дня, там будет рейд, который выявит, как кто из жильцов отнесся к данному вопросу. Коммунальщики считают, что люди должны с пониманием отнестись к их требованиям, ведь от этого зависит безопасность самих жителей. Но если будут протесты, управляющие компании готовы выносить вопрос на административные комиссии и обращаться в суд. Ольга Шилкина, Алексей Костюк, Панорама. Вылетел за проезжую часть, попал в огород. В Донецке Ланос снес забор и заехал на приусадебный участок. Такая авария произошла в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГАИ города. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, у нее травма ноги. По версии автоинспекции, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Всего за время праздника в городе произошло более 30 аварий. Два человека погибли, 43 травмированы. С логотипом известной торговой марки «Вода из-под крана». На такой продукции зарабатывали двое жителей Донецка. Они продавали подделку около года. Сами установили резервуары и фильтровальные системы. Там вода проходила минимальную очистку. После этого ее разливали в емкости и продавали. Покупатели задержанные находили через интернет. Воду доставляли в офисы и дома. Такая продукция не соответствовала требованиям ГОСТа. Продавцов задержала милиция. Оборудование изъяли и открыли уголовное производство. Никаких прав на реализацию данной продукции, а тем более изготовления данным лицам, не давалось. Добытая вода с под крана, будем так сказать, до горводоканала, проходила фильтрацию жестким фильтром и обратным осмосом. Что, я думаю, в свою очередь не позволяет говорить о ней, как о воде высокого качества. Производя простую грубую очистку воды, мы ее будем так делаем мертвой, которая не приносит полезных свойств. Цветение раньше времени, температура выше обычного. Донецкие синоптики и биологи рассказали, нынешняя погода не свойственна весне. На этой неделе, по прогнозам, столбик термометра поднимется выше 30 тепла. Что еще ожидает жителей области, узнавала Дарья Захарова. Дончанка Нина Васильевна говорит, такого жаркого мая она не помнит за всю свою жизнь. В этом году вестенний месяц больше напоминает лето. Ну, бывало по-разному. И одевались тепло, и было так, что легко одевались. Но мне кажется, было немножко попрохладнее, чем вот в этом году было. В этом аномально жаркий май. Нетипично высокая, как для середины мая, температура воздуха отразилась на флоре. Многие растения Донецкого ботанического сада зацвели на две недели раньше. В мае у нас уже наблюдается лето. По фенологии, то есть по биологическим ритмам, существуют две группы растений. Первая, которая приспособлена к таким колебаниям, метеофакторов, климатическим изменениям. И есть те, которые не приспособлены. Ну, понятно, что те, кто не приспособлены, у тех сокращается период цветения, сдвигается период цветения, наступает раньше плодоношение, и в результате может быть невызревание плодов. Теплая сухая погода спровоцировала и активность насекомых. Уже повреждаются листья насекомыми, точнее, чаще личинками насекомых. Не только у каштана, а у дуба, например, тоже. Часто бывает так, что вообще полностью вся листва у дерева съедается. В гидромедцентре майскую погоду аномальной не называют. Говорят, среднесуточный температурный режим превышает норму всего на 2-3 градуса. Это связано с антициклональным типом погоды, это повышенное давление. На этом фоне никаких осадков, ни облачности не было. Если вы заметили, было ясно все эти дни. Во вторник синоптики прогнозируют кратковременный дождь. А со среды в области снова будет теплая ясная погода. Температура воздуха плюс 26-31 градус. Дарья Захарова, Георгий Жилич, Панорама. Патриотические военные песни под строевой шаг. В Макеевской исправительной колонии номер 97 провели конкурс среди заключенных. В нем участвовали более 1300 осужденных. Так они решили отдать дань памяти и уважения ветеранов Великой Отечественной войны. Как все происходило, видел Сергей Аганисян. Выходила нами Катюша, на высокий берег, на крутой. Катюша, День Победы, первым делом самолеты. Здесь звучат всеизвестные песни военных лет. В конкурсе участвуют 15 отделений колонии. У меня дед воевал, бабушка воевала. Я уважаю очень стариков, ветеранов уважаю. Отнесся к этому серьезно, мы готовились очень. И вот спели, выбрали День Победы эту песню. Потому что как он победитель. Формат конкурса администрация колонии разрабатывала совместно с заключенными. Репетиции заняли несколько недель. Благодарность нашим дедам, которые за нас воевали. Они благодарны за то, что мы ходим по этой земле. Поэтому осужденные вместе готовились, подготовились, изучали песни. Жюри оценивало не только пение. Еще учитывали умение держать в строй, синхронность ходьбы и даже артистичность. Победители выступили на бис. Люди изъявили желание выступить и отдать честь ветеранам, отдать честь погибшим в этой войне таким способом. То есть выйти, спеть песню на патриотическую тему. Подобный конкурс с 9 мая в колонии провели в первый раз. Теперь хотят сделать этот фестиваль традицией. Сергей Аганесян, Алексей Костюк, Панорама. Развлечения для малышей из детского дома. Воспитанников Макеевского приюта Пролиски катали на каруселях. Такой подарок ребятам сделали милиционерам. Правоохранители организовали поход в Лунопарк. Покататься на аттракционах смогли около 10 ребят. Каждый опробовал несколько качелей. Мне понравилось. Там, где мы ездили, на таком паровозике, и там горка большая. На машинах мы катались, там я всех сбивал. В этом детском доме воспитываются дети из малообеспеченных семей, воспитываются дети-сироты. Поэтому нам хотелось как-то улучшить их настроение, чтобы им тоже было весело. Они не чувствовали себя одинокой, а чувствовали, что их тоже любят, о них помнят, о них заботятся. Лучших отметили звездами. В Донецке возле Донбасс-арены на футбольной аллее славы удостоились именных наград легендарный советский тренер Горняков Олег Кошенков и экс-полузащитник шахтера-бразилец Жатсон. На церемонию собралось более 2,5 тысяч болельщиков. Пришла вся команда вместе с главным тренером Мирчилл Уческу и президентом клуба Ринато Махви Ахметовым. На мероприятие специально из Бразилии прилетел экс-игрок команды Жатсон, а Олега Ашенкова представлял его сын Михаил. Одна звезда посвящена легендарному тренеру шахтера Олегу Александровичу Ашенкову, который дважды выигрывал Кубок Советского Союза. Другая звезда посвящается Жатсону. Этого футболиста вы прекрасно знаете. Жатсон играл у нас 7 лет. 6 лет выиграл чемпионат Украины. Два Кубка Украины. Два Супер Кубка Украины. Забивал самые важные мячи. А самое главное, внес огромный вклад во все наши победы. Лидер года в Макеевке выбрали самых активных и талантливых молодых людей. В конкурсе участвовали представители разных профессий. Ученые, шахтеры, металлурги, спортсмены. Голосование длилось год. Кто стал первым, знает Александр Блинников. Конкурс молодой лидер года в Макеевке проводят седьмой раз. В этом году за статуэтку боролись порядка 70 участников. Победители определяли в 17 номинациях. Среди них спортсмены, культурные деятели, ученые и врачи. Большинство номинантов в конкурсе участвовали впервые. Наталья Баринова 11 лет своей жизни посвятила каратэ. Сейчас она мастер спорта. Сегодня ее отметили в номинации «Открытие года в отрасли спорта». Благодаря этой награде больше я поверила в себя. В спорте это очень важно. Все-таки соглашусь, что я чаще всего сомневаюсь в себе. Но вот эти моменты выигрыша, они меня подзадоривают. Юлии Перепоновой победить в конкурсе удалось только со второго раза. В прошлом году девушка также подавала заявку, но не выиграла. В нынешнем стала первой в номинации «Молодой работник социальной сферы». Этот конкурс «Молодой лидер года» – это отличная возможность для молодежи города Макеевка реализовать свои творческие, интеллектуальные, кому-то научные, кому-то общественные потенциалы. И прекрасная возможность заявить о себе. Не стоит стоять на месте, надо идти еще дальше. Так как я еще не молодой лидер Макеевки. Так что еще работать, работать, работать. И только побуждать. Лучших молодых людей Макеевки отметили грамотами и статуэтками. По словам Татьяны Ряпуновой, победа в конкурсе откроет перед многими молодыми людьми новые перспективы. На сегодняшний день для ребят вот эта именно имиджевая сторона, она достаточно важная. Наверное, больше, чем материальная. То есть твои успехи, твои достижения признали в городе и отметили тебя как одного из лучших в номинации, которую ты выбрал. Я думаю, что для молодого человека это достаточно важно. Это, можно сказать, какой-то дополнительный путь вперед. В самой главной номинации конкурса победила Марина Черкашина. Руководитель танцевальной студии «Родничок» стала лидером года. Ее воспитанники выступили на сцене «Тюза», где награждали лучшую молодежь Макеевки. Александр Блиников, Кирилл Иванов, «Панорама». Около 40 тысяч видов кактусов собрал дончанин. Канада, Гаити, Эквадор и Чили – это не полный список стран, откуда Олег Ильяшенко привозит колючие растения. Необычную коллекцию видела Анна Дубровная. Олег Ильяшенко собирает кактусы 35 лет. Его коллекции – экземпляры со всех континентов. В Киевском, который по коллекции лучше в Украине. Это в пять раз больше, чем в Никитском ботаническом саду. Это больше, чем в Санкт-Петербурге, в Москве. То есть это одна из крупнейших европейских коллекций вообще. Вознаграждение за кропотливый труд – цветение кактусов. Например, эти астрофитомы, когда распускаются, похожи на звезду, рассказывает куратор коллекции Юрий Сушак. Это первое цветение этой весной. Так были единичные цветки, а тут сразу десятки. Это растение, которое на меловых скалах известняковых растут в Мексике. Образуют на своем теле такие белые точечки. Они как бы сливаются с этими скалами. И цветки у всех преимущественно желтые с красной серединой. Посмотрите, какие цветок может быть больше по формату, чем растение. Есть в оранжереи и опасные виды. Это лофофоры. Разводить такие кактусы в некоторых странах запрещено, так как из них делают наркотики. Интересный род лофофора, тоже из Мексики. Их немного, где-то 10 видов, которые содержат различные алкалоиды в себе. И очень ценятся коллекционерами за свою архитектуру стебля. Они медленно растут. Они очень благодарно цветут с ранней весны до поздной осени. 250 квадратных метров оранжереи для колючих растений уже становятся тесноватыми. В планах коллекционера создать еще одну теплицу. Анна Дубровна, Кирилл Иванов, Панорама. Джип в подарок. Где нужно заправляться, чтобы получить новую иномарку? Об этом расскажет Донбасс Лайф сразу после Панорамы. И на этом наш выпуск завершен. Не пропустите следующий уже в 20.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова